Но здесь надо поговорить, наверное, о том, что, ну, разобрать вариант, что ли, и добросовестный, и не очень конкуренции с российской атомной отраслью. И тут надо знать, как развита атомная отрасль в США, в Великобритании. Признаться, никогда об этом не говорили. Всё про нефть, про газ, чего у них там много, что они умеют и так далее, и так далее. А что у них с атомной энергетикой? Ещё один комментарий, чтобы наши уже слушатели были абсолютно в курсе. Вот эти заявления Белого дома прозвучали после того, как к Джо Байдену приехал Риша Сунок, британский премьер. И вот там они договорились, в том числе и о сотрудничестве по атомному вектору. Ну, действительно, вот этот формат, когда это всё объявлялось, во время визита, он указывает на то, что, видимо, они обсуждали вопрос, прежде всего, санкций. Где ещё можно давить на Россию? И тут фактически все отрасли у нас уже находятся под санкциями, и основные все инструменты Запад уже используют давление на Россию. Но вот буквально две отрасли, где, по крайней мере, меньше этих санкций, это вот атом и, соответственно, газ. По газу там тоже есть запрет на поставку в Россию оборудования для строительства заводов по сжижению газа, против компании санкций есть. Но, например, со стороны Евросоюза запрет на покупку российского газа пока нет. Они сейчас-то как раз обсуждают её, и сейчас вот советник по энергетике в Австрии, в общем-то, начал говорить о том, что, может быть, в конце года Евросоюз уже ведёт запрет на импорт российского трубопроводного газа. Но сейчас, на данный момент, запрета на импорт российского газа в Европу нет, и по а тому тоже, в общем-то, санкций нет. То есть там есть санкции непосредственно против Росатома отдельные, но, например, завозить российское ядерное топливо можно, никаких санкций здесь нет. Поэтому АТОМ вообще сфера, наверное, даже самая вот такая, можно сказать, свободная от санкций пока ещё. И вот постепенно они к ней подбираются. Мы видим, что и к газу, и к АТОМу. Просто потому, что по остальным, в общем-то, направлениям уже введено. Но плюс к тому, я думаю, что они обсуждают, конечно, и перспективы, а что, в общем-то, где можно перехватить у России рынки сбыта. И в АТОМе как раз перспективы развития довольно хорошие теперь. Потому что мы видим, что атомная отрасль всегда развивается так волнообразно, от аварии к аварии, можно так сказать. То вот была в США авария, Чернобыль авария, потом Фукусима. И каждый раз после аварии идёт отказ и говорит, нет-нет-нет, всё, больше никогда, условно говоря, то, что есть уже пусть доработает. Но нового ничего строить не будем. Вот Германия, кстати, буквально в этом году остановила последние свои две атомные электростанции. Ну, отключила от сети, они там остывают, условно говоря, реакторы. Но уже электроэнергию не вырабатывают. Это отголосок аварии на Фукусиме. Они приняли решение, что постепенно закроют. Другие, многие сказали, что ладно, мы, там, как Франция, например, очень сильно зависим от ядерной энергетики, поэтому мы не будем строить ничего нового. Но то, что есть, пускай доработает. Мы его досрочно выводить в эксплуатацию не можем. Но прошло, в общем-то, буквально там лет 5-7, и начали все говорить, да нет, давайте строить, может быть, что-то новое. И в том числе Великобритания. Она объявила о том, что она будет развивать ядерную энергетику. И все это активно подталкивается климатической риторикой, климатическими программами. Климатологи постоянно нам говорят о том, что нефть, газ, уголь, углеводороды, это совсем все ужасно. Они провоцируют выбросы парниковых газов и глобальные изменения климата. Но дальше стало обсуждаться, что вот как-то не очень-то получается совершить ускоренный энергопереход. Все-таки введение ветряных солнечных электростанций не покрывает потребности. Поэтому надо либо задерживаться с углеводородами, либо еще что-то подключать. И в итоге на рубеже 21-22 годах они приняли решение о том, что атом и газ, они признают источниками энергии, которые способствуют энергетическому переходу. Понятно, что газ, они первые как бы вычеркнут из этого списка. Но атом предполагает, что будут работать довольно долго. И сейчас разговоры о том, что фактически удвоится мощность атомных электростанций в мире к 30-му году, там к 40-му еще больше их станет, что атом никуда не уходит. И делают ставку на него, в том числе европейцы. Потому что сейчас больше всего строится новых атомных электростанций скорее в Азии. Там Индия, Китай очень много строит. Но и Европа возвращается вот к этой идее. Да нет, давайте как бы развивать. Все-таки будем увеличивать мощности. Французы при нынешнем руководстве, они как раз сказали, что мы пересматривали свою энергостратегию. У нас теперь нет позиции, что пусть то, что есть, дорабатывает, а больше строить не будем. Нет, наоборот, мы будем модернизировать то, что есть и строить новое. И получается, что они видят в перспективе ближайших 10-20 лет большой рынок строительства атомных электростанций. И самое главное, снабжение их ядерным топливом. И понятно, что они хотят подсесть на эту историю и вытеснить отсюда Россию, в общем-то не дать России расширить свои рынки сбыта. Потому что Росатом, он имеет довольно сильное конкурентное преимущество по сравнению с другими ядерными компаниями. Он единственный, кто работает во всех сегментах. То есть он проектирует, строит атомные станции, эксплуатирует, поставляет туда ядерное топливо, забирает отработанное на переработку и так далее. И в конце, если потребуется, он выведет из эксплуатации. Потому что на самом деле в мире опыта вывода эксплуатации не так много. То есть буквально там несколько станций только. Вот Литва, например, она остановила, выводит много-много лет. Нужно, чтобы вывести ее из эксплуатации, разобрать, демонтировать и так далее. Вот на ней сериал HBO, по-моему, мы снимали про Чернобыль. Вот как раз на литовской станции. И поэтому ни одна другая компания в мире во всех сегментах не работает. Теория работает либо в нескольких сегментах, либо в одном. И в этом плане понятно, что у Росатома есть определенное конкурентное преимущество. Плюс к тому, он в рынке обогащения ядерного топлива занимает 36% от общемирового рынка. То есть он на первом месте, по добыче урана он находится на втором месте. Но тут и в России, и в международных активах, прежде всего в Казахстане. Поэтому здесь тоже такой интересный момент, что это не только на территории России добыча. Но он это контролирует. У него есть международная компания Uranium One, которая занимается добычей урана в других странах. И, соответственно, в производстве ядерного топлива он находится на третьем месте. После американской компании Westenhouse, французской, и вот Росатом на третьем месте. И вот здесь как раз можно и порассуждать, а где они могут вводить дополнительные ограничения санкций. Я не думаю, что это будет полный запрет, тотальный эмбарго, чтобы из России ничего не выходило, с Росатом никто не сотрудничал. Это невозможно. Потому что, да, во-первых, азиатские страны явно это будут игнорировать, и это покажет дырявость твоих санкций, что через них все равно все проходит. А с другой стороны, это породит рост цен на Атом, и это будет тормозить его развитие. Поэтому ты сам будешь ужимать рынок, на который собираешься выйти. Поэтому здесь, наверное, стоит ожидать постепенных каких-то санкций, если они все-таки будут. И, наверное, будут попытки, например, применять потолок цены. Скажут, окей, покупайте Росатом и ядерное топливо, но только по определенным ценам низким, чтобы он не развивался. И, возможно, атака на как раз-таки международные активы. То есть попытаются выдавить Росатом из других стран, где он добывает уран, прежде всего ограничить сотрудничество России и Казахстана в ядерной сфере. И в этом плане, в общем-то, попытаться сделать Росатом очень токсичным, чтобы Казахстан сам начинал разрывать отношения с Росатомом вот в этой сфере. Поэтому вот таким нахрапом, наверное, санкции вводиться не будут, но постепенно попытаются выдавливать Росатом с этого рынка. Ну а, соответственно, мы можем ответить, во-первых, ценами тем же самыми, тем самым конкурентными преимуществами, что у нас стандартные проекты. Мы видим, что вот сейчас обсуждается в Узбекистане, что Росатом может построить атомную станцию. У него довольно стандартный проект, вот как для Белоруссии. Там два энергоблока, каждый по 1200 мегаватт. Вот так же с Узбекистаном серия таких блоков в Турции на Акуе строится и так далее. То есть в этом плане апробированные проекты. И второй момент – это то, что Росатом замыкает топливный цикл сам по себе. И в этом плане, кстати, когда сравниваем мы с американскими, европейскими компаниями, то в атомной сфере, слава богу, у нас довольно хорошие позиции. Где-то мы, в общем-то, и обгоняем американцев, потому что они долгое время, скажем так, не инвестировали в развитие ядерной энергетики. И вот Росатом – первая компания, которая, действительно, замкнул топливный цикл. То есть отработанное ядерное топливо классических станций является топливом для станций на быстрых нейтронах, а их отработанное топливо, в общем-то, сырьем для… ну, топливом для работы обычных станций. Поэтому в этом плане он как раз-таки может оказывать услуги, в общем-то, по, можно сказать, утилизации ядерного топлива, а потом поставку, в общем-то, по сути, вот из этого топливного цикла и так далее. Поэтому есть чем ответить, но, тем не менее, надо понимать, что здесь, скорее, западный рынок, опять же, для нас закрывается. И даже для… основное, наверное, такое поле битвы будет в странах Восточной Европы, где еще в советское время строились реакторы, там, и Болгария, и Венгрия, в общем-то, сможем ли мы удержать этот рынок? Сказать сложно, потому что вот такого жесткого разделения, что тот, кто построил, вот только тот может поставлять топливо, вот сейчас, наверное, этого нет, потому что и западные компании сделали уже топливные сборки для реакторов такого советского-российского дизайна, что называется, и Росатом выходил на их рынок и тоже делал топливо для западных, можно сказать, атомных электростанций. Они все пытались конкурировать друг с другом, поэтому проблемы, наверное, технической такой сейчас уже нет. И вопрос действительно политический, готовы ли европейцы для этого? Потому что тоже возникает вопрос, а хватит ли этого ядерного топлива вообще, если еще и вы там на Росатом будете давить. Вообще есть версия того, что ядерного топлива в мире не хватает, и сейчас мир как бы проедает просто то, что сэкономил после Фукусимы, когда все начали останавливать свои атомные станции, ограничиваться. И в том числе вот в прошлом году в Европе много станций атомных останавливалось. Они говорили, что это происходит из-за того, что слишком большая жара, засуха и водохранилища, которые должны остужать ядерные энергоблоки, они либо сильно нагреваются, либо высыхают. Они это всегда вот этим объясняли. А вот по альтернативной версии они просто пытаются экономить ядерное топливо, потому что его мало. Поэтому здесь тоже довольно интересные процессы, учитывая, что вот они все хотят сделать ставку на атом, потому что ВИА не хватает, и ВИА дорого, возновляемый источник энергии. Поэтому за атом действительно будет такая большая борьба в ближайшие годы. Да, интересно.